До конца лета остаются считанные дни, и славянские ребята стараются провести их максимально интересно и насыщенно, а помогают им в этом Дома культуры, где в течение всех каникул работали творческие кружки и объединения. Прикубанский сельский Дом культуры работал и продолжает работать на протяжении всего лета. Из-за сохраняющихся коронавирусных ограничений больших массовых мероприятий не проводится, многие проходят в онлайн-формате, однако и очные встречи с ребятами также организуются. Написали план работы, составили, определились, как будем работать. Это у нас клубно-любительское объединение «Ивушки» на период летних каникул. Значит, оно у нас работает среда, четверг и пятница. Среда у нас игровая программа для деток. Четверг мы показываем мультфильмы, и пятница у нас работает как декоративно-прикладное творчество. Самая главная задача – это организация досуга детей, чтобы им было интересно, чтобы они сюда хотели идти, чтобы им… Мы их здесь ждем, конечно, и рады, когда к нам приходят дети. Конечно, к нам приходят ребятишки и те, кто приезжают в гости. Они с удовольствием идут и делают поделки, потом забирают их к себе на память. Творческие мероприятия сельского дома культуры посещает около 30 ребят. Один из самых их любимых кружков – кружок декоративно-прикладного творчества «Забава». Ведет его педагог с большим стажем Надежда Харченко. На занятиях ребята учатся делать разнообразные поделки, работать с природными материалами. Задача наша – привлечь ребят, заинтересовать, познакомить их с разными материалами, с которых можно делать подделки, из природного, из бумаги, из ткани. Ну и, кроме того, развиваем у них творческие интересы, знакомим с окружающим миром, с природой. В день, когда мы снимали репортаж, ребята учились изготавливать куклу-мотанку. Куклу-мотанку начали делать еще в Древней Руси. Это самые древние куклы. Обычно делали ее из ластупков, из ткани, которые раньше очень ценились. И считалось, люди свято верили, что она оберегает от неудач, приносит счастье, здоровье. В общем, все хорошее приносит. Под интересный рассказ об истории древнерусских игрушек ребята приступили к изготовлению куклы-мотанки, которую также еще называли капусточка, из-за многослойности юбки. Кукла-мотанка интересна тем, что при ее изготовлении не требовалось никаких приспособлений, ни иголок, ни ножниц. Такие куклы считались обереговыми, приносили счастье в дом. Сегодня мы делали вот такую девочку, ее называют капустница и матушка-кормилица. Эта куколка мне очень нравится, я ее тоже заберу домой, подарю маме, потому что она мне напоминает мою маму. Сделанные своими руками игрушки ребята заберут домой и подарят своим родным и близким. Анна Монавтаренко, Игорь Иванчиков, программа «События». Анна Монавтаренко, Игорь Иванчиков, программа «События».